Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Неофлай, Microsoft Fly Simulator, и взял я задание на полет уже в Южную Корею. Хотел в Пусан, ну типа поезд в Пусан, фильм был хороший, но увы, в Кванджу я полечу, потому что в Пусан ничего нет. Хотел сначала на Чеджу, на островку, нахрен мне в островку перся, давайте сразу в Корею, ну 200 миль нормально полетим. Так, значит задание я взял, вот оно в Кванджу, теперь надо заправить самолет, но 200 миль на самом деле, там не так, что прям дохрена надо. 16 тысяч. Да, пожалуй, хватит меня. Ок, давайте починим самолет, почему у меня ничего нет. Все, нормально. Пошли делать маршруты. Что у нас по маршруту? RKGG. RKGG. Так, мы стираем лишнее. RKGG. 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 Все правильно. Или RKGG. RKGG. Может быть, я не знаю, как оно правильно произносится. Так, 275 миль, но в следующие тысячи предлагают лететь, в принципе, нормально, почему бы нет. Стартуем мы из, почему из Ивакуми, пардон. Мы стартуем из Нагасаки. Какая нафиг Ивакуми? R.J.F.U. И опять что, не ту стеркнула, да? Хорошо. Сейчас мы изменим R.J. R.F.U. Нагасаки. Во! Так, Нагасаки. Взлет будет на 2 дуэ осуществляться. Это естественно. 32-я полоса. Так, как тут у нас? А, процедура. Мед и вензеля не нравятся. Так, пошли с самого начала. 32-я полоса. Уходит справа. Но, в принципе, можно. Уходит влево, не нужно. Уходит в жопу. Совсем не надо. В жуткую жопу уходит. Вот это ничего. 2 Transitions. Ну, вот это вообще. А, нет, я вот тут. Вот это ничего так. Никаких менделей. Добавляем. Пум. Добавили. Хорошо. Да, надо тут показать, что тут взлетать будем. Как тут с этими? С полями посадочные? С полями посадочные тут хреново. Мягко говоря. Потому что наверняка в здание упираться. Вот тут странное место. Возможно, оно нормально. Ну, тут. Отгонять я точно не отгоню. Ладно. Тут. Илз нам похрену. Заход над городом. Не от городом. О, несколько полос. Смотрите. И че? Они одинаковые, да? Да, они одинаковые. Давай 0.4R. Можно ил. Ну, давай. 0.4R. Так. Прибытие. 0.4R. Стар. И где оно? Ладно. А вот так? Эй, я вообще не вижу. Загораются какие-то точки, а полусоединенные линии не загораются. Хемикс. Вот вижу. Арима. Хемикс. Арима. Давай через Арима. Очень странно. Ну, ладно. Ладно. Локалайзер нас не интересует. Какой-нибудь шизой там опять займется. Поэтому вот так. Все. Считаем. Что-то задумалось. Немножко поломало маршрут. Ничего страшного. Сохраняем. Нагасаки в Гуанчжоу. Гуанчжоу, наверное, да? Она правильно зовется. Гуанчжоу. Гуанчжоу. Так. Хорошо. Полетели. Полетели. В него флайс ничего. А нет. Уже тут загрузилось у меня. Я запускаю все. Запускаю в записи. Пока я там лазю, у меня флайсинг загружается. Это прекрасно. Так. Поехали. Грузить самолет. Топливом. И прочим. По топляку. 16,372 фунта. Ну вот так. Сотку фунтов не загружу. Не страшно. По грузу. 26,100. Так. 11 отнимем. Это 189. У меня товарищ будет везти сегодня. 26,100. Четко. Так. Загружаем. Что у нас тут вообще? Вообще я где-то здесь, и тут погодка недобрая. Ну как недобрая облачная. Что там? Буря урагана. Я что-то очень сомневаюсь. Ну, хрен, узнаем. Задумалась. Ну, мы прямо из блоков выныриваем, и мы туда побежали. Отлично. Сейчас очередной облачный фронт накатывает на Японию, когда я оттуда уже улетел. Традиция. Поехали. Так, на удивление все стыковалось нормально. И груз в этот раз был срочный. Я должен доставить его до часа ночи. Ну, я думаю, доставлю. Так, и груз опять сбросился, нахрен. Мило. Мило. Что тут, конечно? Просто офигеть. Так, а теперь выровнялось, но потеряно 189 фунтов. Для чего вы видели, смотрите. Вот только что тут было 0. У меня 0 груза вообще. И сейчас полный вес не хватало. Теперь мне не хватает 189 фунтов. Ровно веса второго пилота не хватает. Я что-то вижу уже логику, какого там баги. Он убирает второго пилота и убирает его груз. Его вес. То есть надо добавлять вес себе, а не второму пилоту. Да, мерзкая погодка. Сырость, гадость. Давай же, полетели. Веревочками все привязано. Не дорисовалось это. Все дорисовалось, можно лететь. Поехали. Поехали, екарные бабай. Так, дай сразу с грузом разбираться. Да, видите, второй пилот не вотнут, поэтому его убирают нахрен. И 189 надо добавить к себе. 389. Оп. Все прекрасно. 2600. Потеря на 0 фунтов. Так что мы это увидим. Потеря на 0 фунтов. Но они, ну, как бы, не стыкуются. Сейчас я еще фунт добавлю. Собака-то комнатная. Теперь все хорошо. На фунт больше расстанет. Видимо, какие-то граммы там были. Так, что у нас тут? Тут у нас этот пилот. Что у нас с погодой? О, дождь. В какие-то веки смотрите. Дождь. Ладно. Что на улице? Выверну. Ну, все четко. Все четко. Ну, что ж, погнали. Да что же я все 7-то нажимаю? Привык, привык. На другом самолете такое было, что 7. А тут 6. Да. Огоньки, включайтесь. Сирены, выключайтесь. Так, АПУ-шка. Пошла крутиться? Пошла крутиться АПУ-шка. Так, вот эти пока выставлю. Э, не крутит ее. Засвистело. Так, пошла ПУ-ха. Батарей, кстати, можно вырубить. Все. Снабжены электричеством. Заводись. А, все на батарейке, если она СПУ-шка. Не понял, ну ладно. Так, сейчас момент истины. Что с маршрутом будет? Нагасаки Кванжоу загружена. Высота 20-ка вроде, да? 20-ка. Плюс 15-16 градусов было написано, я видел. Так, подсветку на прибору побольше. Шикарно. Старый мотор. Мокнешь? Мокнешь. Так. Афига ли, тут не высота. Странно, да? Вроде там должна была быть. Ну, оттуда перестраиваться. Она сюда не закачивается. Хейдинг не нужен. Высота, скорость подъема. Косарь. Косарь. Так, с этим все хорошо. Что тут темновато, да? Че горит? Компрессоры, компрессоры ща будут. Вернее, компрессия, а не компрессоры. Да, все, разошелся. Все, вырубился нормально. Стартер вырубился. Че? Так, это гасим. Давайте синхронизацию включим. Вроде как, когда высоко летишь, она, говорят, не нужна. Вредная и все такое. Так, все, выключил эту ушку. Кстати, я рано ее выключил, потому что на генератор я еще не перешел. Ну ладно, она почему-то работает, я не знаю почему. По идее, все должно было остановиться, но она не остановилась. Не спрашивайте, почему так. Включили подсвет того. Топ-консоль. Темно, ни хрена, ни хрена, ни понятно, ни видно. Подогрев окон включу. Потому что холодновато. Так, холодновато, пожалуй, не надо включить. Магнитный компас тоже. Так. Да что ж ты об... Ой, изыди. Дворники надо найти, вот что. Так, наверху тут все генераторы. Тахометр. Температура. Де-айсинг. Я нашел, но... А центральный. Центральный вайпер где? Т-айсинг. Ну ладно, че. Так. Можно общаться с... с вечером. Я уже думал, не проснился. Вылет отсутствующим. Ой, я тебя славно. Ну, они говорят 32-я, поэтому я полечу с 32-й. Поклинать. А, коррект, это коррект. GPS. Все, вроде ничего не забыл. Вроде ничего не забыл. Поехали. Поехали. Такси не включил. Че ж я не включил, а такси не включил. О, туда поехал, несчастье. Хорошо не в воду. Смотрите, а... Навигация назад указывает. Падки, я еду не туда. 320, да. Нет, ну, я еду туда, навигация не туда указывает. Короче, вот этот маршрут нарисован не туда, на экране. А навигация указывает, куда надо. Обратите внимание на стрелах. Показывает, куда надо. Я сейчас развернусь, и взлетать будут как раз по стрелке. Вот такая вот фигня. Что ж тут сделаешь, что ли? Ничего. Это тормоза. А, в руле не ладно. Я думал, все, все. Я уже выгрулил вообще. Да-да-да, мне диспетчерка нужна. Да я уже где надо. Я уже взлет хочу. Ну, а, ну все, типа. Ну, что ты, я пошел в кабину. Так. Как-то не сильно она протирает, да, стекло, смотрите. Она вроде его протирает, но не сильно. Блин, опять они идут. Опять на 7 нажал. Вот так. Так, все видно. О, вроде. Нет. Блин, даже длинно было. Вот так. Так, обороты. Пошли. Вперед. О, сдуваются, опять, эти капли. Пошли сдуваться. Блок. Но дворник вообще не стирает. Ни хрена. Я не знаю, какая с него польза. В том же евротраке он прям капли стирает. Тебе прям видно. Но тут они не озаботились. Транспортер из Диспатча. Транспортер из Диспатча. Транспортер из Диспатча. Нет, вниз не надо. Не надо вниз. О. Ни хрена не понятно, куда мы летим. Ну куда-то мы летим. Чё 300-то? Охренело-то. 20-го. 20-го. Так. Очень высокая скорость набора. Можно поменьше. Через спин колоду твоей этой штуки. Транспортер из Диспатча. О, сработал он наконец. Том, раз, слишком вверх пёр. Это перебор. Ну всё, встал на курс. Давай, набирает скорость. Чё скорость не сильно набирает, мне кажется? Встал на курсе. Окончательно закрылки тяну. Да. С окончательной втянутой вроде ничего пошло. Интересно, какой бы, кстати, там область с пробьём. Ну, находит пробьём. пока всё печально. Ох ты какая вода сейчас, смешно, да? А вот это чистая, видимо, что центральная. И смотрите, опять три шарика. Три шарика меня во всех самолётовх преследуют. То они на стойке закреплены, то вот так. Что за три шарика, зачем три шарика, непонятно. Кто знает, напишите нафига оно. Так, лампочки. Ну, в принципе, всё остальное, всё нормально. Вертикалочка 900, не очень большая. Набор высоты идёт. Вот эти ливеры я не убрал, конечно, да. Зря. Ну ладно, не сильно это мешает. Они вроде как-то на старте нужны, чтобы что-то там не сделать. Ну, давайте связываться, ладно, с кем-нибудь, о чём-нибудь. Нагасаки заход на посадку? Спасибо, не надо. Чё у вас там? Нагасаки заход на ТЕКСЕР-001. Тип 1, 2 млн. в северном Нагасаки. 3,800 фит. Пару. Пару. Жемчужина. Ну, какие-то названия маяковки даже со смыслом. ТЕКСЕР-001. И? Ну, всё. Договорились. Чё-то мало как-то это, тормозит сегодня. Какие паузы такие прям длинные. ТЕКСЕР-001. ТЕКСЕР-001. Кликер до Пуанчоу аэропорта, как файл. Суап 3-4-5-7. Надеюсь, я тут нигде не должен в горе нигде врезаться. 10-500. Я думаю, я и 20 там же сделал. ТЕКСЕР-001. Чё-то там внизу земля мелькает, мне кажется. Вон он. А, так это порт. Ну, это не Нагасаки, это другой же город. Ну, ладно, я точно выше гор. Не бывает таких высоких гор, как я сейчас лечу. Ну, я, кстати, не уверен, что я выйду за пределы облаков-то. Ну, ладно. ТЕКСЕР-001. Метет, метет, конечно. ТЕКСЕР-001. 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 Ладно, чё. Подогрев, кстати. Чё у нас там в погоде на улице? ТЕКСЕР-001. ТЕКСЕР-001. Ну, в смысле, за бортом. ТЕКСЕР-001. ТЕКСЕР-001. Если при таком дождище, то еще и минус. Сейчас все остальные диайсеры включу. ТЕКСЕР-001. ТЕКСЕР-001. ПЛЮС 10%. ТЕКСЕР-001. Н aşk, пока можно не париться. ТЕКСЕР-1. Ну, а я набираю высоту, там, чем выше, тем оно будет холоднее. холоднее если звуков него что-то у нас не особо злобные огоньки не горят и горят включу обдув горячим воздухом идея из так сенсор включил вот он сенсор палка этот сенсор обмерзания посмотрим но уже дырки наверху видно в чистом небе все нормально ну хоть дождя дождался уже хорошо может ураганов дождусь я последний раз дождь на европе попадал на европе в европе на каком-то аэродроме в европе подал под дождь там было 7 градусов ну нормально я еще долго в плюсе буду уже видите уже облака уже с просветами уже все не так страшно как там наш диайсер а че он должен показывать мне это интересно он мухом должен порасти ледяным или как непонятно ой а че за палка тратить блин смотрите антенна какая-то а как че это за палка впереди это вот эта вот палка тут антенна видите на носу у него не особо видно но он там и есть штырек ну все собственно ой облака кончились обалдеть чистое небо впереди ну чтож пошли выключать те какие неудобные крутилки там пипец парк а все диайсер уже и не нужен да мы вроде вылетели из этого всего великолепия ну пока не буду выключать но из непогоды вырезали взлетел с полосы все нормально прорвался через облака набор высоты еще два раза выше будет до двадцатки сейчас влево дам ну нормально ну вот тучки пока еще немножко попадаются не настолько я высоко ушел что они не попадались блин я только десять тысяч набрал а надо двадцать надо ли? ну наверно надо за сорок миль десятку набрал да? но дальше там похоже будет самолет конечно мощный но воздух-то разряжение разряжение кстати еще не маячук не мигает а не мигает нормально ну все снова тучка тучка без дождя непонятная инструкция на что тут надо смотреть непонятно ну да ладно а наслаждаемся полетом облачная Япония блин ну все а в Корее наверно солнечко ну да я тут уже вон дыры между облаками не просто так что я пробил вот облака и поэтому у меня солнце я просто вылетел в зону плохой погоды что за бортом вот сейчас же минус за бортом скорее всего двенадцать тысяч высота скорее всего минус ноль вот если бы были облака вот сейчас было бы обмерзание но облаков нет выскочил а там вот там они высоко довольно кстати может быть короче надо или чтобы вокруг было суровый какой-то климат холодный тогда и пониже буду обмерзать ну самолет будет либо чтобы облака были высоко у нас было меньше 15 что-нибудь такое двадцатка часа зла так давайте я скорость набора уменьшу чуть-чуть 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 разводы на воде волны все такое тут справа летит ну это генерик какой-то летит ну в смысле npc немножко облака есть поэтому я подогрев оставлю но там этот подогрев винтов и горячий воздух все нормально все нормально и 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 Special кстати о левели идут чем видимо маршрут такой ломанный ну что ж ставлю на паузу не вижу полет ENA смотреть тем более над морем ничего не происходит эшелон набран 70 миль до него поднимался, думаю спускаться-то будет где-то так же, но нет, побыстрее немножко, но не сильно. По-моему на такой высоте еще на этом самолете не летал, 20 тысяч футов. 73 миль от точки старта. Высота, красота. Облачка, кстати, есть и над Кореей, но что поделать. Капитан ТНСТ-2701, что бы это не значило. Боинг 789 на 17 тысяч футов уйдет. Пуст, конечно, да. Мало народа. Ну, в общем и целом, все неплохо. Меня никто не вызывает. А, настроить центр. Так я бы давно настроил. Чего? Ничего не сказали мне. Снижается до 10500. Ладно. Ладно. Только поднимался, теперь снижаться буду. На полтора дня, косарь давай. Правильно, да. Пошли вниз. Только поднялись, а теперь вниз. Собственно, уже Корея впереди. Южная Корея. И сейчас уже над землей на суше пойдем. Высота 10500 почти достигнута. Сейчас не забыть газовую добавить. Когда в горизонталку перейдем. Снижался, конечно, я быстрее, чем поднимался. Я на полутора тысячах снижался. Вот. И дальше чуть пониже пойдем. Поглазеть на Корею. Ну, тут ничего интересного не будет. Прям не гористая страна. Такая холмистая, скажем так. Ну, там что-то есть такого. Справа, типа, гор больших. Не сильно. Что-то такого экзотического вряд ли тут будет. Ну, пусть. Какой-то самолет чуть вправо чешет. Не знаю, где. Вот. На фоне аэродрома там что-то торчит. Ну, это, скорее всего, врат. Хотя он на 14 тысячах торчит. Может, это вот оно и есть. Ну, не знаю. Больше никого не вижу. А он и есть на радаре, да? Пусть он не будет на радаре. Все в каких-то линиях, пометках и так далее. Но меня никто не запрашивает ничего. Я лечу себе или что-то. Газ. Где-нибудь 75? Вот. А. Че? А не говорил ничего? У нас теперь такая вот багуля, да? То есть он ничего не говорил, он молча писал. Смотрите, наберите, удержит 16. Он писал. Но ничего не говорил. Тишина была. Ух-ху. Рогер ТЕКСЕР-001 ТЕКСЕР-001-37-миль, север от Йо-су, request IFR к Гуангжо, готово копировать ТЕКСЕР-001-37-миль, север от Гуангжо, готово копировать СЕКСЕР-1000 Какой Перл нахрен? Ариму. До следующей Я прилетел Госбом, мне следующее, Ариму Так, давайте пока тут нажимаю. 16. Погнали. Тапок в пол. Хорошо. О, до Ариму, хорошо. Ну, у меня не 310, но, в принципе, пойдет. Что я там в вариантах ответов? Все. Сейчас 16 наберу, будет нормально. Там название, не могу прочитать. Ник пилота. На Airbus 320 он. 320 Airbus Neo. А вот какой ник у него, хрен поймешь. Он за аэропортом и его аэропорт загораживает. Вот это вот, скорее всего. Ну, тут прям красота у них, смотрите. Не облачко. Из облачного фронта вырвался этого японского. Очень красота. Капитан там что-то калачивает. Ну, он садится, скорее всего. У него 4000 футов высота. Он, скорее всего, садится там, над аэропортом заходит. Очень углов так и не очень. А, у меня скорость набора высоты не очень. Понятно. Эй. Скорость набора высоты, блин. Сволочек. Ты прям вниз пошел смотреть. Пойдешь скорости. Не надо так. А то сейчас этот сталк будет. Или уже был. Не было пока. Потом ко мне слева подбирается капитан. Подбирается на крадущемся, бреющем. Или вверху что-то летит. Мне кажется, капитан на крадущемся. По земле стелется. А, выкатка. Ну, короче, понятно. Аббревиатура какой-то. Я так думал, там что-то типа Анютка-Мишутка. В общем, хрень какая-то. Ну что, зеленая цветущая Корея. Что такое квадратное? Что такое? Это артефакт? Я тут предложил, что это буровая платформа, но она слишком огромная для буровой платформы. Дырка в текстурах тут не видел ни разу. Странная какая-то. А это что за великая китайская стена? Кстати, великая китайская стена, интересно, она есть тут? Было бы прикольно. Ну, в целом, конечно, Японию сильно все это напоминает. Немножко не так забито городами у меня почти. Ну, может просто высота здоровая. Да нет, так же примерно забито городами. Из городов торчат горы с лесом. Ну, побережье очень такое изрезанное. Островами, заливами, всей вот этой фигней. Так, ну что, там в тишине ничего не сказали пока. Ну, мне ничего. Хотя вот эти твои air я не слышал вообще. То есть какой-то косяк тут есть у нее. Что там в настройках? В общем, мало. Звук. Официальный фильтр. Так, активный пространственный. Азур. В фоновом режиме. Ну, ладно. Диспетчер не вижу. Голоса, наверное, общая. Вроде все работает. Так, ладно. Ставим паузу. Снова тишина. Снова в полной тишине все это проскочило. Короче, до 10 снижаюсь. Но, блин, я их болтовню и не слышу. Почему-то она молчит. Я не знаю почему. Газ убираем. Почему она в тишине все это? Непонятно. Смотрите какие поля прямо внизу. Да? Тоже, наверное, рис? Все на квадрате. Там обширное поле тумана, но, к счастью, никуда. Смотрите, он даже докапывался до меня. Я ничего не слышал. Да что, вот тут включу. Все, я на этих передатчиках включил. Я должен вас слышать. Но не факт. Но если что, опять же, как обычно, сам вручную всяду. Без, так сказать, аэропорта вообще. Без диспетчера. Так, может мне стоит ускорить снижение? Мне что-то это. Кажется, что стоит. Ну, только когда я очень неспешно снижаюсь. Тем более, ты до десятки снижаешься всего-навсего. Они потом еще снижаться. Аэродром, он уже вот тут. То есть зеленый фига тень и аэродром. Все, материк. Острова кончились. Это уже материк. Как все изрезано, смотрите. Мелкими островами, островками, проливами. Все вот такое тут. Ну, такие пожары были на горах. Странные. Леса выгорели как будто. Прям полосой идет. Это уже Ариму поворот, потом будет поворот уже на полосу. Уже прям недалече. Уже надо бы как-то... Я бы уже ниже летел. Я бы уже тысячи пяти снизился. Благо город вряд ли, судя по их виду, выше пяти тысяч. Я бы уже там... Ну, ладно. Слушаемся диспинчеров, слушаемся. Смотрите, он опять твей аэр скомандовал. Но я его опять не слышал. Слушаемся. Ой, блин, хрень какая. Звук. Активный пространственный звук. Такой себе. Активный пространственный звук. Может так хоть будет работать. Активный пространственный звук. Правда у меня этот вопрос сразу возник. А звук-то писался все это время из игры? Может понятно, что писался. А игры? Все это очень странно. Видите, опять не слышно было. И... Я не буду его сыграть, я буду его сворачивать просто. Сейчас. Продолжайте. Продолжайте. Я вот так буду его сворачивать. Он вроде как остается, но... Да. Может так буду его слышать. Туда звук пропадает непонятно. Вроде говорят, а вроде не говорят. Опять как всегда баговина какая-то. Ну, здесь 500 сейчас будет. Сейчас он выравняется. Так. Юстон у нас проблемы. Так. Юстон у нас проблемы. У нас проблемы. Нормально. Все. 24 мили. Может уже снизимся? Нет. Капитальное водохранилище у них тут в горах. Дамба. Не электрическая. Просто дамба. Странно, что не электрическая, кстати. Ну, не электростанция. Да. Вот тут, конечно, коряво нарисовано. Тут у них, типа, сброс воды идет мимо дамбы, чтобы, ну, как, уровень держать. А тут нарисован какого-то она по прямой. Не так. Ну, потому что они очень высокие просто. Может быть. Что там у нас? Да, 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 да. Что надо-то все? Да я не снижаюсь до 10000 футов. То один центр, то другой. Главное, я их не слышу. Я бы уже снизился еще больше. Ладно, сейчас эту ариму пролечу. Посмотрим, что будет. Какая-то фигня, на самом деле. Ну, после арима я просто сейчас пикирую до... Так, какая у него высота у аэродрома у этого? Хрен увидишь. 45 футов у него высота. Блин, над уровнем моря. Вообще, какой-то он плоско-равнинный. Слушай, опять свяжитесь. Чё-то его плющ-то таращит. Слушай, опять свяжитесь. Чё-то его плющ-то таращит. Чё-то его плющ-то таращит. Давай задрали меня с центр на центр перекидывать. Эй, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Эй, туда-сюда. Эй, чхон, кванчжу. Эй, чхон, центр, тексор, 0-0-1. Сейчас, если чай опять перекидывает, я просто его отключаю нахрен. Толку все равно ноль, четырнадцать, все, нахрен надеть, отменить. Давай до косаря снижаемся. Ну, не две тысячи скорость-то, наверное, все-таки. Более. Сейчас доиграю все. Блин, уже полоса, уже все, уже поздно. Перезаходить придется. Перезаходить придется, я быстро инспекирую. А еще закрылки выпускать? Мне все это шуршать, ой, блин. Ну, доигрался с этими козлами, а не туда переключись, туда переключись, нафиг идите. Все, ПВП отменен, похоже. У меня свои планы. Я не успею снизить. Я сейчас закрылки выдвинул, да? Я бы не сказал, что скорость прям сильно упадет. У меня снижение две тысячи, но, блин. У меня продинамили просто напрочь. Шесть, ну, очень крутое снижение. При том, он выровняется на тысячи. Ну, ему три минуты еще снижат. За три минуты я даю ему далечу туда. Три минуты, одна двадцатая часа. Семь миль я пролечу. Ну, я могу пролететь и посмотреть на этот фильм. Потом развернулся и еще раз зайти. Да, только с той стороны. Тичина слышится. Не работает. Не, ну я прям пикирую, конечно, да. А, блин. Да не, не успею снизить. Или успею. Ну, фризить давай теперь, конечно. Чего не пофризить-то, да? Не, перестарался. Чуть-чуть. Раньше надо было. План чуть-чуть над городом зайдет. Ух ты там высокий, да? У меня там дамушки-то. Так, ладно. Отключаем автопилот. Отключаем автопилот. Или этим разворачиваться. Отключаем автопилот. Отключаем автопилот. Хорошо бы, конечно, было на автопилоте лететь, но ладно. Так тоже ничего. Сейчас над долиной развернусь и зайду обратно на аэродром. Что-то ни хрена она на тысячу футов не похожа над землей. Ну, ладно. Секунду сложить синхронизацию пропеллеров вырублю. Не ошибка, это полезное дело. Да блин, ну камера. Начинаем. Чтобы прям, ну напрямую выходить не перед самым аэропортом. Сейчас потихоньку вправо. Промку у них какая-то обширная, прям промзонда гигантская. Склады для города. А там вон высотные здания. Как бы мне их не подцеплять. Лечу, может не сказать, что высоко. У меня вот вроде тысяча футов, да? В аэродром вроде как маленькое превышение. Ну или я не туда посмотрел? Ну я прям не высоко лечу. Это я не в тысячу футов лечу. Мне кажется. По крайней мере. Ж-710. Что это такое? В 14-й мире. Самолёт какой-то такой. Очень без этого, без ника. Странно. Давай, самолёт. Пошли вправо. Надеюсь, в том месте не провалишься. Ой, блин. Скорость. Доиграю сейчас. Что-то как-то хреново тут летит. Реально как-то хреново. Тяжело. Так, вижу, моргает аэропорт огнями. Ой, полосат как близко. Ёлки. Я ж не выверну. Мне ж надо выйти параллельно ж полосе. Не то ж параллельно, но на полпус прям. А тут в окне такая амбразура. Что просто пипец. Что с видом со стороны, чтобы сесть. Ну-ка, через паузу я в кабину сяду. Тут проблема в чём. А, вон вижу полосу. Полосу хреново видно. Кипец как хреново. Так, пошли вниз. Что-то у меня. О, ну у меня устало хорошее. По радио 100 метров там 600 где-то. не, нормально всё. Да, 45 у него превышение. Дай правее сяду на полосу, чё мне. Ехать меньше. Они длинны одинаково, они близняшки эти полосы. Так, 300 где-то высота. Вертикалка 400, это высота 400. Нормально. Ага. Вертикалку только косарь, а так нормально. Давай, давай, снижайся. Посадочный не включил. Посадочный не включил. Посадочный не включил. Ну, теперь поздно, в общем, включать. Так, ладно. Включены. Я крут. Я сам не запомнил, когда включил. Так, сядь, она включена. Так, мне вправо куда-то. Мне тут рады. Варианты для взлета. Пошли нафиг. Там у меня уже диспетчерское обслуживание прекращено. Ну, куда идти вместе с вечером они сами думают. Слушайте, это хуже чем Африку, на мой вкус. Ну, понятно, что это баги, но все равно. Да, превышение 45 у него было написано, видите, 50 почти. А так радиовысотометр наше все. Радиовысотометр прям спасает. Так надо помнить про превышение, что вот у него превышение такое. Смотреть на свой высотометр у меня такая. То есть, надо быть уверенным, что у тебя давление правильно выставлено. А, радиовысотометр он показывает, высоту независимо. До земли под тобой и все. И ничего больше. Ну, ладно, сейчас каратором выключусь. Сегодня у нас баги с переговорами. Ну, что за Microsoft Live симулятор без бата? Не бывает такого. Ну, зато какой небоговый был. А в Японии сейчас саке пьют. А это должно торчать? Мне вообще-то кажется, что нет. А вы как думаете? Вот я про вышку. А самолет вообще в ней беззависит. Мне кажется, эта вышка не должна тут торчать. Мне кажется, это фигня какая-то. Ну, просто тут самолет и ездит. А, оно тут торчит. Кстати, с коллизией нибудь. Так, где припарковаться? Вот тут вроде у бензовоза можно, судя по линиям. Ну, что-то тут на аэродром вообще не похоже ни разу. Кстати, выезжать отсюда... Надо что-то будет думать с парковками. Вот там парковка мелких самолетов нормальных. Аэродром большой, но хоть пустой. Такое ощущение, что вот тут слева должны были быть здания. Ну, тут забыли нарисовать. Ну, вообще ни хрена нет. Смотрите. Справа от полосы что нет? Вот сейчас как я еду, справа там ничего за полосами нет. Ни зданий, ничего. И тут нет ничего. Что у вас тут вообще? Только поле и все. Ну, вот по виду, как вот подходят эти полосы, смотрите все, да, разметка. Такое ощущение, что вот тут должны быть здания. Стоит даже здание. Ну, и тут, собственно, как бы вот аэроавтосъемка-то намекает. Но их там нет. Их забыли нарисовать. По ощущениям, я сейчас к центральному зданию вокзала подъехал. По ощущениям. Но тут как-то вот пусто. Но эти квадратики, ну, не может так быть. Ну, ладно. Ну, в общем, паркуемся. И, кстати, да, я успел. Груз был срочный, я его успел. Да-да-да, мы с батарейкой работаем. Все хорошо. Ну чё, нормально долетет. Невзирая на немножко баги в конце. Прекрасно. Прекрасно. Так. Ну чего у нас? У меня флай. 306 вертикалка. Ну, не так, что прям вау. Ну, нормально, в принципе. Без особых замечаний. Денежка дали. Все нормально. 200 тысяч мы заплатили за перелет. Чё у нас дальше? Чхун, чхон, пук, то. Сеул. Я думаю, следующий перелет будет, так, где-то мы 200 миль летели, да? Куда-нибудь в Сеул, вряд ли в Северную Корею. Скорее всего, в Сеул перелетим следующим, наверное. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.